Всем сотрудникам лаборатории снова привет, с вами Миша Лис и мы возвращаемся к Нир Репликант, корень из полутора. В этом ролике мы закончим историю Нира и Йоны, пройдемся по сюжету игры, а также рассмотрим некоторых персонажей с точки зрения психологии. А пока предлагаю присоединиться к нашему прошлому оратору в бесплатной онлайн игре World of Warships. Игра один или с друзьями, развивая свой флот, собирая корабль за кораблем, от крейсера Аврора до линкора Ямата. Бери любые из них и вперед за победами в матче. Заскучав в одном режиме, можно спокойно перейти в любой другой, попутно прокачивая свой флот, совершенствуя каждый отдельный корабль на свой вкус. От маневренных эсминцев до авианосцев, оказывающих давление на противника с другого конца карты. Чего же ты ждешь? Регистрируйся по ссылке в описании и получи набор подарков. А теперь возвращаемся к теме ролика. В 3288 году, после перехода проекта Гештальт в новую фазу, массово пробуждаются гештальты, желающие вернуть свои тела назад. Однако, обретшие разум репликанты видят в них монстров, нападающих на поселения и хватающих тела жителей. Начинаются сражения между репликантами и гештальтами, получившими имя Тени. В некоторых районах, где андроиды имеют большое влияние, репликантов удается насильно заставить слиться с гештальтами. Однако, подобные ситуации крайне редки. Несмотря на получаемые от Повелителя Теней очищенные частицы масса, пробужденные гештальты к 3300 году начинают обращаться. Гештальт Нир разочаровывается, понимая, что если все будет продолжаться так и дальше, то вылечить Йону не получится. Впав в апатию, он отстраняется от остальных и не предпринимает никаких действий. В 3449 году создается репликант Нира. Живя в деревне и в одиночку присматривая за своей сестрой, он берется за любую работу, чтобы прокормить ее и себя. Его сестра Йона больна странной болезнью, из-за которой страдает от сильного кашля, а иногда ее тело начинает покрываться черными письменами. Вся деревня знает о болезни и пытается помочь Ниру, нанимая его для выполнения всевозможных поручений от рыбалки и сбора шерсти овец до охоты на тени. Для того, чтобы получить денег на лекарства сестре, Нир решается даже на продажу дома в надежде, что ему и Йоне дадут возможность пожить в местной библиотеке. Однако, андроиды, приставленные в свое время к деревне, отговаривают Йонушу от этого. Они открывают ему правду о том, что данную болезнь излечить нельзя, сколько бы денег ни было отдано на лекарства. Единственное, что можно сделать, это обеспечивать Йону дорогостоящими препаратами, способными облегчить ее страдания. Нир принимается работать еще усерднее. Болезнь вызвана неисправностью тела репликантов, связанной с начавшимся рецидивом у их гештальта. В связи с тем, что гештальт Йоны находится в анабиозе, его рецидив не прогрессирует, а значит и болезнь не может начать активнее вредить девочке. Это доставляет дискомфорт. Однако, в отличие от репликантов, чей гештальт уже полностью обратился, ее репликанта все еще можно воссоздать при помощи системы репликантов. Система, несмотря на удачное воспроизведение тел прежних людей, иногда дает сбои, что и произошло при создании репликанта Кайна. Возможно, поскольку девушка была искусственно созданным ребенком, система и дала сбой. Из-за ее происхождения деревенские дети начинают над ней травлю, а взрослые не обращают на это внимания. Все, кроме ее бабушки. Разумеется, тоже репликанта. Бабушка хорошо относится к Кайне, и несмотря на вспыльчивость и острый язык обеих, они прекрасно ладят. И вскоре уже Кайне начинает заботиться о бабушке. В один из дней, когда девушка ушла, чтобы достать еды, на дом совершает нападение гигантская тень, похожая на ящерицу. По пути домой Кайне видит дым, идущий от жилища, и спешит на помощь бабушке. Однако, ей ничего не удается противопоставить нападавшей тени. Девушка теряет руку и видит, как тень наступает на единственного дорогого ей человека. Гештальт покидает поселение, и в этот момент утерянную конечность Кайны заменяет кочующий от тела одного репликанта к другому уже сотни лет тиран. Он дает девушке силу, замен на жизнь в ее руке и постоянную охоту на тени. Кайна же вместе с этим начинает слышать голоса других теней, однако убеждает себя, что они такие же, как тиран и подобный ящерица Гештальт. Девушка начинает жить ради мести теням, что в итоге и сводит ее с Ниром. Однажды Нир рассказывает сестре в качестве сказки про цветок лунной слезы, говоря о нем как о крайне дорогом растении, благодаря которому он мог бы купить побольше лекарств. Он вызывает у ее на интерес. Во время отсутствия брата она идет в библиотеку и интересуется у пополы о цветке. Андроид направляет девочку в затерянный храм, поняв, что это может быть шансом на последующее исполнение проекта Гештальт. Вскоре она направляет туда и Нира, вернувшегося с очередного задания. Во время поиска сестры Нир обнаруживает в старом храме говорящую книгу с магическими способностями. Вместе с новым компаньоном он побеждает множество теней и двух статуй стражей, после чего освобождает сестру и возвращается с ней в деревню. Летающая книга представляется как Гримуар Вайс и начинает помогать юноше при помощи своих магических способностей. Несмотря на свой небольшой размер, Гримуар Вайс обладает огромным эго, что при этом не мешает ему изредка симулировать невежество, когда тот теряет интерес к беседе. Кроме того, он не терпит сокращений своего имени да просто Вайса. В английском дубляже это не несет особого смысла, однако в японском становится ясно, что при сокращении благородного имени Широ Нашо или Белая книга, получается просто Широ, что больше подходит в качестве клички Собаки, нежели имени для столь важной личности. Вайс! О, и помнишь, что я тебе сказал, об использовании моего полного названия? Ну, забудьте. Я был довольно радостный, Вайс. Первыми, кто узнает Вайса, становятся андроиды в деревне. И благодаря толкованию текста песни древних, которую те пели на протяжении тысячи с лишним лет, им удается направить Нира на сбор запечатанных стихов. Вскоре, в связи с появлением теней в окрестностях Харлиного Гнезда, Попола отправляет Нира туда поговорить со старостой деревни. Как глава поселения, так и его жители неприветливы к Ниру, и поскольку сильных теней вблизи не наблюдается, репликант решает вернуться. По пути назад, в отдаленном от поселения полуразрушенном доме, Нир обнаруживает связку сушеных цветов лунной слезы. Он хочет взять их себе, однако его прерывают. Эээ, Вайс, почему эта леди в ее подвеске? Я боюсь, что мы имеем большие проблемы, чтобы срабатывать. Завязывается бой, который останавливается появлением тени гигантских размеров. Нир объединяется с незнакомкой, чтобы дать отпор общему врагу. Получив серьезный урон, тень наносит девушке сильный удар и покидает поле боя. Нир помогает незнакомке, очнувшись, та говорит, что ее зовут Кайна, и просит репликанта оставить ей право расправиться со сбежавшей тенью. Касательно наряда героини, можно отметить, что любовь девушки к откровенной одежде связана с травмой детства, во времена которого ее притесняли из-за того, кем она является. В дальнейшем Кайна выбирает для себя одежду, подчеркивающую женскую изящность, то есть ее сущность. Чтобы усилить свое оружие, Нир направляется на свалку. На свалке обнаруживается еще частично функционирующий завод, по отделениям которого продолжают ходить питаемые от оставшегося электричества роботы из старого мира. Неподалеку от входа на завод находится небольшое помещение. Там он встречает двух братьев, Джейкоба и Гидеона. Помимо необходимых ресурсов, братья просят найти их мать, которая пропала некоторое время назад. В глубине свалки Нир находит два тела, мужчины и женщины, о чем сообщает Джейкобу и Гидеону. При повторном появлении в Орлином гнезде, Нир снова подвергается нападению громадной тени, вновь появившаяся Кайне помогает ему в сражении, однако ее снова атакуют. О, это радует мою сердце, чтобы наконец-то увидеть тебя снова. Грэнма? Кайне, ты去 suggests your grandma, you've been lonely for so, so long. So much pain, so much despair. Мир побеждает тень и спешит к Кайне, чтобы привести ее в чувство. Мир побеждает, как вы думаете, что мы подчеркиваем? Как можно ли выражать, как выражать, как выражать, как выражать? Как выражать, как выражать, как выражать. Они бы дали все в службе своих друзей. Девушки? Да, правильно. Он правильно. Кайне, мы друзья сейчас. Видите, это было не так. Окей, то что это дело? Кайне, мы нужна ваша помощь. Будете бороться с нами? Вы не можете просто спросить ее. Есть правильный порядок для этих вопросов. Один должен идти к вопросу с осознанными словами. Кремит Борк. Борк? 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 Борк! Я не могу просто жить именно для правильности. Ты вот, что ты получаешь? Эти спарки для меня требуют настоящего дома. Но ты, удержишь. Вскоре, в поисках запечатанных стихов, Нир направляется в город-фасад, что в пустыне. Город в странном дизайне с высокой стеной по границе не всегда был таким. Когда-то его жители, люди в масках, жили на равнинах вдоль берегов, а на месте пустыни находился красивейший лес, пока поселения не были уничтожены гигантской волной. По прибытии к воротам города выясняется, что к Кайне местные жители относятся как к своему человеку, поскольку та когда-то спасла одного из детей от смерти в пустыне. Это позволяет всей компании пройти в город. Местные говорят на другом языке, которого не знает даже Вайс. В связи с этим Ниру приходится осматриваться в городе самостоятельно, пока он не натыкается на девочку, обронившую фрукты. В награду за помощь она проводит героям экскурсию, в ходе которой Вайс обучается новому языку, а Нир понимает, что к чему в городе. Местные порядки довольно причудливы. 124 тысячи правил, по которым живут жители, включают в себя как забавные вещи, вроде правила, обязующие ловить ящериц, заползших в горшки, так и правила, регулирующие постройку зданий на разных уровнях. В ходе экскурсии Фира, так зовут девочку, доводит Нира до входных ворот города, где встречает Кайны и узнает в ней свою спасительницу. Беседу прерывают подошедшие люди в масках. Они сообщают, что принц пропал, и по правилу 83 348-му нужно его искать. Вместе с Фирой, компания, пройдя через песчаную бурю, попадает в пустынный храм, где находит принца. Комнаты в этом месте тоже живут по каким-то правилам, за нарушения которых, вслед за принцем, отправляется Кайны. В процессе поиска принца Нир решает местные головоломки, и при помощи освободившейся Кайны побеждает загадочный механизм, таящийся в пустынном храме. Спасенный принц же доволен тем, что находит маску, за которой он сюда и шел. Особая маска, как доказательство королевского сана, нужна была для возвращения доверия, утраченного после смерти отца от болезни черных каракуль. Вернувшийся домой принц благодарит спасших его людей и Фиру, и приступает к своим обязанностям уже в роли короля Фасада. В одну из ночей Нир видит сон, в котором ему приходится читать по губам речь мальчика, что дает очень важную наводку. К концу сна он упоминает лес мифов. Нир не понимает и части того, что говорил мальчишка. Однако, часть про лес мифов расшифровать получается. Утром Йона сообщает ему, что видела точно такой же сон. Нир спешит туда, в надежде получения еще одного стиха запечатывания. На месте оказывается, что все жители находятся под влиянием болезни, из-за которой они постоянно находятся во сне. Однако, могут при этом говорить. Выясняется, что болезнь распространилась благодаря дереву, растущему в глубине леса мифов. По сути своей, оно является суперкомпьютером, работающим для сохранения разорванной после разрушения Старого Мира сети воспоминаний. Исцелив лес и его жителей от болезни, Нир отправляется назад в деревню, где получает поручение от сестры. Йона просит его помочь ее другу по переписке, живущему в особняке неподалеку. По прибытии в особняк, компанию встречает дворецкий. Он провожает всех внутрь и пропадает. Нир решает осмотреться и вскоре теряет Кайна. Однако, после дальнейшего исследования особняка, он находит Эмиля, проживавшего здесь после увольнения Юры Масаёшей и передачи экспериментального оружия номер 7 Всемирной Организации по Очистке. Вскоре появляется и дворецкий Себастьян. Он признается Ниру, что это он слал письма Йоне. Кроме того, дворецкий рассказывает об Эмиле и его способности превращать все, что видят его в глаза, в камень. Что и послужило причиной добровольного изолирования мальчика от внешнего мира. Нир и Эмиль направляются в библиотеку, где встречают гримуар Рубрам, в которую в свое время была запечатана подруга Вайса. После сражения с ней, компания получает результаты исследований, связанных с Эмилем и превращением в камень. Данные исследований зашифрованы, и Себастьян дает обещание заняться их расшифровкой. Герои собираются покидать особняк, и перед уходом Кайна решает поговорить с Эмилем по поводу его способностей. Эмиле, слушай мне. Что это, Кайне? Субтитры создавал DimaTorzok Кайне? Нир возвращается в деревню к сестре, которую продолжает мучить кашель. Он отправляется за ингредиентами для лекарств и замечает еле стоящего на ногах, пришедшего в деревню Эмиля. Мальчика относят к библиотеку, и он предупреждает о надвигающейся опасности в виде огромного количества теней. Здание начинает трясти. Нир выходит наружу, чтобы понять, откуда ждать атаки. К тому времени на рыночной площади уже начинается погром, а вскоре, пробив ворота, в деревню входит тень колоссальных размеров. Тень продвигается к библиотеке, однако Ниру и Кайне совместными усилиями удается ее остановить. Внутри библиотеки тоже обнаруживается куча теней, и вместе с Эмилем компания продолжает отбиваться. Ворвавшаяся тень доставляет серьезные проблемы, и Вайс предлагает запечатать ту в подвале, поскольку сил на победу над таким противником не хватает. Ослабив тень, Нир заталкивает ее в подвал. Ослабив тень, Нир. Ослабив тень, Нир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вырвавшуюся на волю тень змею вместо запечатывания в подвале, ставший сильнее за пять лет Нир, решает придушить, и после непродолжительного боя ему это удается. Несмотря на то, что Кайны и Эмиль помогали спасать жителей деревни, андроиды просят их не оставаться здесь надолго. В итоге им приходится ночевать за воротами, что злит Нира. Вырвавшись на меня? Вы не можете быть серьезными! Пожалуйста, пытайтесь понимать. Люди устали и боятся, и... Я извиняюсь. Я извиняюсь, что тебе нужно убирать об этом. Это ужасно, и ты знаешь! Все в порядке. Мы можем спать утром. Никто спать утром. Ты и Кайны спасали эту жителей, и теперь они хотят тебя убить? Люди боятся нас. И действительно, я понимаю. Я имею в виду, смотри на меня. Если ты еще с нами, я могу с этим бороться. Правда, Кайны? Я обычно спать утром. Но... Утром близнецы извиняются, оправдывая свои действия обеспечением безопасности деревни. Поппола сообщает Ниру, что логово Лорда Теней находится в затерянном храме, и что ему следует отправиться туда. По пути наверх тиран, не проявлявший особой активности ранее, наконец подает голос. Компания направляется в помещение на крыше, где был найден в свое время Вайс. В нем жили два гестальта-стража, заключенные в доспехе, Гензель и Гретель. Будучи охранниками столь ценного гримуара, они считали себя выше остальных теней и относились к ним с презрением. После первого визита Нира и его победы над Гензель, Гретель долгое время не может отправиться от потери товарища. Ей на помощь приходят маленькие тени, на которых она раньше смотрела свысока. Гретель становится стыдно за ее прошлое высокомерие, и она признает других теней своими товарищами, однако вновь пришедший Нир нарушает ее покой. Во время боя Нир и Кайне активно теснят Гретель. Нир пытается нанести добивающую атаку, но гестальт в доспехах отражает ее своим оружием, часть которого, отломившись, протыкает Кайне. После победы над Гретель, Нир понимает, что Кайне все еще жива, однако девушка покрывается черными письменами и превращается в берсерка. Нет! Кайне! Что происходит? Кайне! Все прошло для тебя, Солнечная! Кайне! Кайне! После возвращения Кайне в чувство, Нир понимает, что путь дальше преграждает еще один барьер. Поппола объясняет, что для его снятия необходимо пять ключей, один из которых уже найден, а еще два находятся на свалке и в лесу мифов. Нир решается на поиске фрагментов ключа. Кроме того, во время диалога его речь все больше наполняется ненавистью к теням. Удивительно, как за пять лет желание спасти сестру переросло в какого-то рода одержимость охотой на тени. Причем, если рассмотреть первое появление теней в игре за Нира репликанта, можно увидеть, что они не нападают первыми на игрока, как и в побочном задании с тенью в библиотеке и задании с тенью, что пробралась в деревню. Однако, Ниру плевать на то, представляет ли тень угрозу и нападает ли она первой, прикрываясь созданием из деревни безопасного места для возвращения сестры. Он со своей кровожадностью будет продолжать истреблять тени, несмотря ни на что. В лесу мифов Нир видит воспоминания, показанные ему древом воспоминаний, растущим в дебрях, после чего отправляется на свалку, где произошла еще одна трагедия. Гидеон начинает винить в смерти брата робота П-33, случайно оказавшегося поблизости, и как в случае с Ниром и тенями, становится одержим желанием охоты на роботов. Он просит найти еще материалов для улучшения оружия, после доставки которых заявляет, что нужно будет подождать некоторое время перед тем, как он закончит работу. Девола и Попола подделывают письмо от старосты Орлиного гнезда и направляют туда Нира на поиски очередной части ключа. На месте оказывается, что староста не знает ни о каком письме, а жители на главной платформе начинают превращаться в тени после неосторожных слов Нира. Орлиное гнездо на деле оказывается одним из поселений, где репликанты были слиты воедино со своими гештальтами, в которых, к сожалению, Нир видит лишь врагов. Поверженные им гештальты сливаются вместе, образуя огромный черный шар в надежде на победу над ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы исследовать мир Однако его желанию не суждено сбыться Поскольку за ними уже пришли Иронично, что Нир и во время его попыток успокоить Гидеона Чтобы тот перестал пинать уже разбитого П-33 И в диалоге с Вайсом перед уходом со свалки Относится к Гидеону как к дураку Жаждущему лишь мести роботом И сразу после этого повторяет модель поведения мальчика по отношению к теням Лодочник с красной сумкой Долгое время перевозивший героев Несколько дней не появляется на рабочем месте И попола поручает Ниру отправиться в Приморье Чтобы разузнать ситуацию В очередной раз Лодочник поссорился со своей женой И расстроившись Решил уйти из дома По словам местных Его видели идущим напричаливший к берегу полуразрушенный корабль В город приходят также Эмиль и Кайне Из-за предчувствия последней о приближении сильной тени Именно эту тень хотели использовать андроиды в качестве контрмеры Если повелитель теней не будет следовать плану и его придется усмирить В ходе исследования корабля Нир находит убитого лодочника Лежащего рядом с другими пропавшими жителями Приморья Вместе с Эмилем и Кайне он преследует по всему кораблю девочку Которая и оказывается тенью Выбравшись на борт корабля Нир вступает с тенью в бой Который оказывается нелегким После окончания боя К кораблю поспевает почтальон Долгое время приходивший на корабль к девочке Дав ей еду, одежду, имя Луиза и главное заботу Он стал ей своего рода отцом Почтальон обучает девочку музыке и письму И несмотря на то, что у нее пока плохо получается повторять мелодии и выводить буквы Он радуется за нее Вскоре почтальон предлагает Луизе жить с ним Что пугает девочку Поскольку выход на улицу в солнечном Приморье Невозможен из-за того, что та является тенью Так в голове Луизы и рождается мысль о том, что поедание других людей Поможет ей самой стать ближе к человеку, нежели к тени Однако, как и подмечали андроиды Эта идея была бессмысленной Смерть девочки печалит почтальона Несмотря на то, что та оказалась тенью Но спустя неделю Кайна передает почтальону письмо Найденное ей на корабле Кайна передает Да, это из-за того, что-то на корабле Луизе? Давайте посмотрим О, это говорит, спасибо Вау Посмотрите на это После того, что время Я спустил пытаться научиться Считать ей Она в самом деле Устала в связи Несмотря на то, что она Углые литры Смерть Почему я не могу Островаться Смотреть ее Смиром Или Смотреть Смотреть ее Смотреть ее Смотреть ее Я знаю Она Смирала Я знаю Она Она Монстр Вскоре Ниру приходит Приглашение На свадьбу Короля Фасада В связи с предстоящим Торжеством Люди в масках Устраивают охоту На волков Что приводит Вожака последних В ярость Девушки отдыхают Король знакомит Нира со своей невестой, которой оказывается Фира. Компания радуется за молодоженов и на следующий день все участвуют в свадьбе в качестве гостей. Хотя люди в масках охотились на волков ради шкуры мяса, а после того, как от леса не осталось ничего, волкам пришлось жить в неестественной для них среде, они пытались ужиться с репликантами, пока люди в масках не истребили молодняк. Этим действием они запустили порочный круг мести, сперва вожака за стаю, а затем короля за свою невесту. Компания радуется! Собрав последнюю часть ключа, Нир возвращается в деревню. Он обсуждает с друзьями планы на будущее, которые те хотели бы исполнить после победы над Повелителем Теней. Параллельно с этим андроиды обсуждают то, что Нир может стать причиной провала проекта Гештальт. Несмотря на зародившуюся привязанность к нему, близнецы должны были выполнить свой долг и остановить репликанта, пока не стало поздно. Обрекая его и остальных репликантов на насильственное соединение с их Гештальтами, андроиды тоже отправляются в затерянный храм, который мог быть в свое время многоэтажным офисным зданием Старого Света. Несмотря на кажущуюся заброшенность и разруху, здание частично сохранилось. Верхние этажи с садами и бальные залы находятся в первозданном состоянии. Даже складывается впечатление, что кто-то, возможно сам Повелитель Теней, поддерживал их изначальный вид. Однако, о времени, которое пережило здание, может говорить разросшееся декоративное дерево, посаженное когда-то на первом этаже в центре зала. Воспользовавшись лифтом, Нир попадает на верхние этажи, где встречает близнецов и вступает в конфронтацию с ними. После боя с андроидами, компания попадает в один бальный зал. Танцующие вальс Гештальты по очереди начинают атаковать героев, чтобы остановить тех. Будучи в ярости от действий Нира, один из Гештальтов сливается с тенями младенцев, образуя тем самым тень в виде огромного кабана. Из-за присутствия большого количества Гештальтов внутри, кабан встает снова и снова после смертельных ран, нанесенных Ниром. На помощь компании приходит король фасада со своей армией. Люди в масках помогают открыть дверь и заталкивают туда Нира. Они обрекают себя на смерть в битве с кабаном, давая героям идти дальше. Вскоре король, оставшись один на один с тенью, побеждает ее, однако и сам погибает от нанесенных ему ран. Вскоре Нир снова встречается с Деволой и Пополой, которые рассказывают ему свои мотивы. Вводят в курс проекта Гештальт, освежив память Вайса. И рассказывают правду о том, что тени, убиваемые Ниром на протяжении всего времени, в отличие от охотящихся на них репликантов, были реальными людьми. Близнецы вступают в свой последний бой, проговаривая Ниру прописную истину. В ходе боя Нир смертельно ранит Деволу. Потеряв сестру, с которой была всю жизнь, Попола впадает в безумие. Попола. Попола, wait! It doesn't have to... No one stops! It's way too late to stop! No one stops! Please, don't do this, Попола! You and Devola were like parents to me! Those two have watched the world wither for time immemorial. The cruelness of such a fate is difficult to imagine. I don't want to do this! I don't want to fight her! Stop bitching and start fighting! It's the only way! No stopping! No stopping ever! The bridge! Blast! Blast! I've got an idea! Blast! Я боюсь, что мы закончились. Все будет хорошо. Знаешь, когда я молодой, я... я ненавиделые глаза. Я ненавиделые глаза. И сейчас, когда я молодой, я ненавидел, что мой тело становился. Но сейчас есть еще что-то еще. Какое-то... что-то... что-то, понимаешь? Я имею в виду... без всего этого... я не мог бы стать твоим другом. До свидания, мои друзья. Спасибо за все. Эмил! За так долго... все, что я мог бы сделать, было уничтожить. Но сейчас... у меня есть возможность сохранить что-то. Нет! А теперь идите, хорошо? Эмил! Не волнуйся о мне. Я буду хорошо. Но я все бы считал меня. Эмил! 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 Эмилъ! Эмил! Эмилъ! Я надеюсь, что они могут держать это вместе, когда я уйду. Ну, я думаю, что они просто должны учиться. Я... Я хочу... увидеть вас снова. Я хочу увидеть всех вас снова. Просто еще раз. Я... боюсь. Я не хочу... смерть. Благодаря самопожертвованию Эмиля и короля фасада, Нир, Кайна и Вайс наконец могут пройти дальше. Кайна избивает Нира, не в силах сдержать эмоции после потери Эмиля. Однако девушка быстро успокаивается, и компания продолжает путь к логову Повелителя Теней. В это время отброшенный взрывом Эмиль приземляется где-то в пустыне. От его тела осталась только голова, и он отправляется на поиски нового тела, чтобы впоследствии вернуться к друзьям. Я не могу верить, как хорошо моя сестря подняет тела. Ух... Какая... difícil двигаться... когда ты просто вперед. Я не знаю, где все это. Я не могу ждать их снова. Но, чтобы это произошло, есть какие-то вещи я должен сделать сначала. Как найти тела. Или, на самом деле, ноги. Нир находит Йону, слившуюся со своим гештальтом. Он спешит забрать ее. Но на пути становится последняя преграда в виде гештальта Нира и Гримуара Нуара. Черная книга уничтожается, и на бой выходит ее хозяин. Как репликант, так и гештальт Нира по сути сражаются за одно и то же. Каждый хочет вернуть свою сестру и вылечить ее. Однако, оба они стоят на пути друг друга. Гештальт Нира готов на все ради сестры, что делает его буквально одержимым. Одержимость ради благой цели понятие относительное. Именно поэтому нельзя считать любой путь к спасению Йоны хорошим. Нир жертвовал собой ради другого человека, в итоге потеряв себя самого. Это также связано с возложенной на него в раннем возрасте ответственностью за сестру. В попытках игнорировать внутреннего ребенка, Нир, будучи одержимым гештальтом, оправдывает свои поступки детскими капризами, которым боится потакать его внутренний взрослый. По аналогичной схеме поведения действует и его репликант, в связи с чем достичь мирного решения не удается. Повелитель теней, победив своего репликанта, смог бы достичь того, чего ждал более тысячи лет — вернуть и себя, и сестру в физические тела и продолжить спокойную жизнь. Стал бы он использовать гримуары Нуар и Вайс для завершения проекта Гештальт или нет — неизвестно. Как мы видели ранее на примере орлиного гнезда, гештальт и репликант вполне уживаются в одном теле. Как увидим далее, репликант, в чье тело вернулся его гештальт, все еще обладает сознанием и способен говорить через гештальт. Вероятно, что с таким финалом, подавив своих репликантов окончательно или нет, человечество смогло бы возродиться. Таким образом, что гештальты возвращаются в свои тела, что репликанты, да, теряют контроль над своими телами, но все еще продолжают существовать, продолжают мысли. Однако победа репликанта ведет к более плачевному финалу. Без повелителя теней гештальты быстро вымрут, благодаря начавшемуся рецидиву. Это приведет к распространению болезни черных каракуль среди репликантов и их вымиранию. Найди в Ванира общий язык, обсуди они ситуацию вместо обнажения мечей. Дальнейшего вымирания обоих видов можно было бы избежать, однако избежать схватки не получается. В бой в какой-то момент вмешивается Йона, она на время останавливает дерущихся Ниров, и просит гештальта оставить его идею вернуть себя и ее в тела репликантов. Бребенье? Яура? Бребенье? 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 Бребенье… Я не хочу делать это больше. Я не нужна к себе. Я не хочу. Есть еще одна девушка внутри этого тела. Я ее слышу. Она не остановится плачет. Она говорит, что хочет увидеть ее брата. Она любит ее брата, так как я делаю. Это не право, понимаете? Это не право, что она не может видеть его. Это ты, не так? Да, это я. Поехали. Я... ...пыхаю. Я... Я... Я просто... ...пыхаю. Я просто не знаю, что делать. Я очень пыхаю. Я очень пыхаю. Ничего не важно. Я просто знаю, что... Я люблю тебя. Вскоре компания терпит еще одну потерю. Гримуар Вайс осознает, что у него осталось мало сил, и он тратит их остаток на то, чтобы ослабить Повелителя Теней и дать миру шанс победить его. Гримуар Вайс. 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 к чему присоединяется сестра и обнадеживает его. Нир воссоединяется со спасенной сестрой, однако их проблемы на этом не заканчиваются. Тело Кайне начинает покрываться черными письменами, и Тиран постепенно захватывает ее тело. Она просит Нира обезвредить ее, когда та станет берсерком. То ли проникшись уважением к Ниру, то ли окончательно сойдя с ума, Тиран предлагает юноше нелегкий выбор, который повлияет как на его жизнь, так и на жизнь Кайне. Тиран, ты должен обезвредить свою жизнь для ее. Ну вот, у вас есть, хорошие счастья с этим. Ты это шейт, кто живет внутри Кайне. Почему ты пытаешься помочь ее? Наверное, для того, чтобы ты. Продолжение следует... Как оказалось, Нир, отдавший свою жизнь в обмен на жизнь подруги, покидает не только свой мир. Сохранение и все полученные материалы стираются на глазах у игрока, после чего даже игровые персонажи забывают того, кто был с ними все это время. После смерти оригинального гештальта и уничтожения гримуара Нуара, проект гештальт не может быть реализован. Переставшие получать очищенные частицы массы гештальты со временем начинают обращаться в тени и впоследствии вымирать. Из-за массовых рецидивов гештальтов их репликанты начинают страдать от болезней черных каракуль, что не дает им шанса на воспроизводство с помощью системы репликантов. Без возможности воссоздания своего вида численность репликантов начинает падать. Данные репликантов, которые удается найти Девали и Пополи после коллапса системы репликантов и серверов записей, отправляются на поверхность Луны. Сами же андроиды постепенно подвергаются гонениям в селениях, которыми они когда-то управляли. Близнецы чувствуют вину за провал проекта гештальт, несмотря на то, что он произошел по вине совершенно других андроидов. Спустя три года Кайны начинают мучить кошмары, связанные с тем, кто когда-то спас ее жизнь и кого она не в силах вспомнить. Кошмары вызваны тем, что Нир стал для нее первым. Поистине дорогим человеком, в котором она нуждалась и к которому стремилась. Девушке приходилось нести ответственность за саму себя, а ненависть к теням, которые приходились на какую-то часть ее тела, усугубляла положение. Но именно благодаря ненависти она проявляла свою бойкую натуру. Нир же позволил девушке хоть немного, но перерасти собственную ненависть и стать более человечной. Девушка решает прогуляться и заняться охотой на еще оставшихся теней. В ходе охоты она спасает одного из стражей деревни, где жила Йона. Мужчина говорит, что что-то происходит в лесу мифов, и Кайна направляется туда. Прибыв на место, она понимает, что всех жителей деревни вырезали какие-то странные роботы, разобравшись с которыми, Кайна замечает проход в древе воспоминаний и входит туда. Внутри древа, или вернее сказать, суперкомпьютера, девушка встречает еще роботов, а также местный искусственный интеллект администратора. Администраторы создают десятки механических копий Кайна, и те нападают на нее. Девушке приходится отбиваться в течение долгого времени, пока к ней не поспевает помощь. Отбившись от копий, Кайна продолжает путь вместе с Эмилем, и оказывается вместе, похожим на логово повелителя теней. Они продвигаются дальше, пока Эмиль не предупреждает девушку об источнике сильной магии, расположенном недалеко от них. Кайна продолжает путь вместе с Эмилем, и оказывается вместе с Эмилем. Погруженная в воспоминания, Кайна снова сражается с различными тенями, которые встречались на протяжении всей игры. Борьба идет в пользу девушки, пока на поле боя не показывается гештальт ее бабушке. Тень снова заставляет Кайна почувствовать себя беспомощной, как во время своей атаки на дом, когда та жила в Орлином гнезде. Кайна временно теряет сознание и видит обрывки своего прошлого. Внезапно она постепенно вспоминает забытых друзей и начинает с Вайса. Что случилось? Ты еще не помнишь? Ты не был времени, чтобы потерялся в твоих думаниях. Правда. Хорошо. Давайте вернемся! Благодаря вновь обретенному другу, она одерживает верх надмучившими ее воспоминаниями и вспоминает спасшего ей жизнь Нира. Она воссоздает тело репликанта в том состоянии, в котором оно было при их первой встрече и восстанавливает данные игрока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Несмотря на приложенные девушкой усилия, ни ей, ни ее друзьям не суждено жить долго. Болезнь черных каракулей в скором времени может настичь их, как и других репликантов, число которых уменьшается с каждым годом. Вскоре, к 4198 году, вымирают последние гештальты, на чем и заканчивается сюжетная линия Нир Репликант, версия корень из полутора. А с ней и мое повествование. С вами был Миша Лис, всем спасибо и до встречи! Субтитров А.Егорова